Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим, насколько МРТ является хорошим инструментом для диагностики аутизма. От некоторых родителей детей с аутизмом, рас и прочими такими диагнозами мы иногда слышим вопрос, что вот МРТ сделали и вроде все хорошо, а вы вот говорите, что у ребенка органическое поражение мозга. Как это может быть, что МРТ не показывает? Ну давайте немножко поговорим о том, что именно показывает МРТ и действительно ли в том, что оно показывает, действительно ли все там хорошо. Во-первых, надо обязательно помнить, что любая методика исследования имеет какие-то доказанные рамки использования, в которых на нее можно полагаться. Например, известно, что есть вещи, которые лучше видно на КТ, есть вещи, которые лучше видно на МРТ, есть вещи, которые вообще нужно делать УЗИ, или есть вещи, для которых вообще требуется какие-то еще третьи методики, то есть не какая-то из перечисленных. Опытные врачи обычно знают, какой метод и когда нужно использовать, и какую информацию можно получить с того или иного анализа. Тут, естественно, всегда есть вопрос еще и цены этого анализа, поэтому врач может какой-то анализ не дать, хотя думают, что он был бы полезным, но это уже отдельный вопрос. Я приведу такой пример. Например, в Израиле онкологически больные проходят регулярную проверку с помощью МРТ. И, в общем, пока нет признаков, что что-то там ухудшилось, в общем, это все так и продолжается. То есть, делают МРТ сначала, скажем, раз в два месяца, потом раз в три месяца, потом раз в полгода, ну и так далее. В тот момент, когда возникает подозрение, что что-то не так, то есть вот приходит МРТ, и оно может быть совершенно замечательным, но при этом человек чувствует себя хуже или там, например, стали расти маркеры в крови или еще что-то, то больного направляют на проверку КТ, причем КТ с контрастом. То есть на МРТ уже не полагаются, потому что МРТ, скажем так, далеко не все показывает. И, соответственно, МРТ не показывает изменения в мозге аутиста, в первую очередь потому, что для определения таких отклонений, такого вида отклонений требуются какие-то другие методики. Очень важно качество прибора МРТ. На самом деле, если вот посмотреть те анализы, которые нам обычно привозят, то видим, что МРТ во многих случаях показывает отклонения. Не все, но хотя бы самые, так сказать, самые большие, самые грубые. И то, насколько легко эти отклонения распознаются, зависит очень сильно от качества самого аппарата, то есть от самого прибора МРТ. Есть мнение, например, что для диагностики поражения костей качество томографа не важно. Не так важно. Хотя вот даже мы наблюдали неоднократные случаи, когда разрешающая способность аппарата критична, чтобы, например, разглядеть трещину в кости. То есть если у прибора низкая разрешающая способность, то такие повреждения костей качественные просто будут не видны. То есть тот же ортопед будет думать, что все хорошо, при том, что он на самом деле не хорошо. И для оценки головного мозга и мягких тканей качество аппарата становится критичным, то есть решающим. Наиболее эффективными современными аппаратами считаются те, которые обладают мощностью в полтора или три Тесла. Вероятно, там еще какие-то параметры, но мы как-то не занимались исследованием именно приборов МРТ. Поэтому, если кому-то интересно, он может сам самостоятельно проделать такое исследование. Естественно, если уж делать анализ МРТ, то лучше всего это делать на мощном современном аппарате. Благодаря снимкам, так сказать, на вот этих вот современных аппаратах удается получить хорошо детализированные изображения, и которые дают наиболее полное представление о том, что происходит в мозгу, в мягких тканях пациента с магнитно-резонансной точки зрения. Теперь возникает следующий вопрос. А действительно ли МРТ ничего не показывает? Да, МРТ хорошо показывает определенные виды поражений и плохо показывает другие или вообще не показывает. Если, скажем, у больного есть глиомы или еще какие-то ярко выраженные повреждения, то их будет хорошо видно, по крайней мере, на аппаратах с высоким разрешением. Но, тем не менее, обычной МРТ совершенно не годится, чтобы показывать изменения во внутренней структуре мозга. То есть мозг наш имеет структуру не только общую, атомическую, он имеет еще структуру, так сказать, внутриклеточную. И там вообще все очень сложно, и вот эту структуру МРТ точно не показывает. Здесь, по всей видимости, нужен хотя бы электронный микроскоп или еще какие-то другие дополнительные методики. Но про это мы поговорим как-нибудь в другой раз. Даже когда таких вот ярко выраженных поражений на МРТ нет, то есть, например, никаких белых пятен нет, все правильного цвета, то все еще можно сделать определенные заключения, исходя из правильности, представлены анатомией. Вот стандартное описание того, как выглядит снимок МРТ здорового человека. МРТ головы помогает получить снимки, на которых ткани обозначены затемнениями и просветлениями. Ткани мозга имеют серый цвет. Протекающие церебральные жидкости отображаются в виде ручейков светло-серого оттенка. Черные полости на изображении – это внутримозговые синусы. Если все области головного мозга развиты правильно, то интенсивность сигнала, полученного от томографа, будет одинаковой. У здорового человека желудочковая система должна иметь нормальные размеры. Любое ее расширение или уменьшение считается отклонением. В норме должно быть и переваскулярное, и субархоноидальное пространство. Обращают внимание также на состояние бороста и извилин. В них не должно быть никаких отклонений. То есть, если мы видим выраженную асимметрию или отсутствие каких-то элементов на снимке МРТ, то проблем, скорее всего, есть. Структура самого мозга также должна находиться в пределах нормы. Он не должен быть смещен. Нормальный размер должны иметь глазницы, слуховые проходы и носовые пазухи. В мозговых тканях не должно наблюдаться никаких диффузных или очаговых изменений. Если МРТ мозга получилось неточным, то есть изображение не имеет достаточной четкости, то врач принимает решение о повторном исследовании. Люди могут пошевелиться во время процедуры, от этого снимок получится смазанным. Помимо этого, существует МРТ с контрастом, который позволяет разглядеть еще больше деталей, но это уже, скажем так, каждый родитель решает, что он хочет, какие анализы делать. Неоднократно мы встречались со случаями, когда на снимках МРТ четко видно отсутствие каких-то там элементов. Например, отсутствие одного из желудочков, сильное сужение и сильное уменьшение каких-то там элементов, сильная асимметрия и прочее. При этом заключение расшифровщиков стояло у многих без отклонений. Иногда приезжают люди, так сказать, с хорошими описаниями, где там четко описано вот здесь не хватает того, здесь нарушено вот это, но это довольно редко встречается. То есть нужен хороший специалист, который проведет, так сказать, правильную детализированную расшифровку этого снимка. Поэтому, когда родители говорят, что на МРТ ничего не показало, то в первую очередь мы просим принести сами снимки, потому что далеко не всегда вот этим описанием возможно доверять. Конечно, бывают и дети с идеальным МРТ, у которых тем не менее аутизм. Про таких детей я знаю, что проблема должна решаться легче, чем у тех, у кого на МРТ четко видны отклонения. Но, тем не менее, есть другие анализы, которые более информативные в оценке состояния ребенка. Какие же анализы информативные? Ну, во-первых, сделаем вывод из вышесказанного, что обычное МРТ не предназначено для выявления тех тонких органических нарушений, которые присутствуют в мозге детей, вообще людей с аутизмом. Возникает вопрос, а какие анализы наиболее информативные? С нашей точки зрения, наиболее информативен анализ ЭЭГ, электроэнцефалограмма дневная и ночная. То есть ЭЭГ-мониторинг полный днем-ночью. Энцефалограмма показывает функциональные особенности мозга, то есть то, как мозг функционирует в течение дня. И, например, если у ребенка отсутствуют, допустим, какие-то фазы сна, то его состояние тяжелее, чем у того ребенка, у которого все фазы сна присутствуют. Практически у всех детей вот с такими диагнозами на ЭЭГ возможно видеть какие-то отклонения. Другим информативным средством анализа мог бы являться электронный микроскоп, но на сегодняшний день нет технологий, которые позволяют применить его на живых людях. Вообще любой анализ выполненной по доказанной технологии несет какую-то важную информацию, которая может оказаться полезной при лечении. Очень много полезного о ребенке можно знать по анализам крови. Поэтому мы обычно просим привозить к нам, во-первых, результаты ЭЭГ, результаты МРТ, если есть, но не настаиваем. ЭЭГ с нашей точки зрения более важна. И полный анализ крови, включающий функции всех систем организма. Биохимию, иммунологию, все остальное, все, что родителям удается для ребенка добыть. Да, в общем, я говорю добыть, потому что не в каждой стране это является простым делом даже за деньги. Вот, на сегодня все. Всем вам хорошего дня. До свидания.